Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Более 670 тысяч российских туристов посетили наш край в новогодние праздники, при этом половина выбрала Красную Поляну. С заключенными сочинцами теперь будут работать в новых условиях. Открылся новый филиал уголовно-исполнительной инспекции. Сборная России по регби приехала на первый в этом году сборы в Сочи. Команда готовится к предстоящему чемпионату Европы. Горячие сердца есть в Адлерском районе. Клуб объединил ветеранов-работников культуры. Более 670 тысяч российских туристов посетили Кубань в новогодние праздники. При этом половина отдыхающих сделали свой выбор в пользу Красной Поляны. О курортных итогах в период зимних каникул рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. За 10 праздничных дней к нам приехали свыше 672 тысяч туристов со всей страны. Для сравнения, год назад в новогодние каникулы все курорты Кубани приняли почти 600 тысяч гостей. Только Красную Поляну с 29 декабря по 8 января посетили 362 тысячи отдыхающих. В эти дни было продано более 165 тысяч скипасов. Кроме этого, высокий спрос на отдых был зафиксирован в Лаганаке, Мизмае и Мостовском районе. Если брать в целом, то за прошлый год все курорты Краснодарского края посетили более 17 миллионов человек. Что стало абсолютным рекордом для региона. Сумма курортного сбора в Сочи за полгода превысила 60 миллионов рублей. Деньги пойдут на благоустройство курортной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города. Сумма от курортного сбора в Сочи превысила 60 миллионов рублей. Собранные деньги будут направлены на благоустройство курортной инфраструктуры. В этом году на набережных Сочи появятся новые беседки, лавочки, урны, туалетные модули, фотозоны. Будет отремонтировано покрытие в Амеретинской низменности. В мэрии добавили, что по итогам минувшего года Сочи посетили почти 6,5 миллионов человек. Это на 2% больше по сравнению с 2017 годом. Напомню, право введения курортного сбора получили 4 региона. Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края и Крым. Эксперимент по введению курортного сбора в Краснодарском крае начался в июле. В нем участвуют Анапа, Сочи, Геринджик, Горячий ключ и 4 поселения Туапсинского района. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100 рублей в день, а в прошлом году и вовсе порог был установлен в 50 рублей в день. С начала запуска курортный сбор принес региону более 108 миллионов рублей, что в половину больше запланированной суммы. В станице Троицкая Крымского района вторую жизнь обрел местный дом культуры. Там завершился капитальный ремонт. Обновленный ДК сегодня посетил губернатор Вениамин Кондратьев. В здании заменили все инженерные сети, окна и двери. Новый облик приобрел и фасад культурного центра, а также кабинеты творческих групп. В рамках краевой программы развития культуры на это было потрачено более 20 миллионов рублей. Крайне важно поддерживать такие учреждения, которые сохраняют кубанскую культуру и традиции нашего народа, отметил губернатор. В юбилейном микрорайоне кубанской столицы открыли аллею в честь образования 80-летия Краснодарского края. Она появилась на территории, которая планировалась под многоэтажную застройку. Еще год назад там был котлован, а сегодня зеленые ели и деревья, проложена тротуарная плитка и построены детские площадки. На церемонию открытия приехал губернатор Вениамин Кондратьев, а также мэр Краснодара Евгений Первышев. Вместе с жителями микрорайона они прогулялись по новой аллее. Наши краснодарские коллеги с подробностями. Несколько месяцев жители юбилейного микрорайона следили за тем, как участок перед их окнами приобретал новый вид. На набережной постепенно появлялись изящные лавочки и детские площадки. Вместо натоптанных тропинок теперь тротуарные плитки и велодорожки, а также около двух тысяч кустарников и деревьев самых различных видов. Именно так себе и представляли зону отдыха жители микрорайона. Мы рады. Я житель этого юбилейного микрорайона более 20 лет. Вы не представляете, что это зона отдыха около реки. Город выходит прямо к реке. Это здорово. Мы тут все очень рады. Давно ждали открытия сквера. Да, Ален? Да. Дети любят, теперь бегают. Здесь большая площадка с корабликом, любимая у детей. А ведь на этом месте вместо зеленого парка на берегу реки мог появиться очередной жилой комплекс. Ведь здесь планировалось строительство многоэтажных домов. Узнав об этом, жители сразу забили тревогу. Люди обращались за помощью во многие инстанции. Дошли даже до губернатора. И тогда дело сдвинулось с мертвой точки. После долгих судебных тяжб земельный участок был передан обратно в муниципальную собственность. В марте прошлого года в рамках выборов приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за проект аллеи образования 80-летия Краснодарского края проголосовало больше 48 тысяч краснодарцев. В том числе Татьяна Захарова. Она была одной из тех, кто с самого начала следила за ситуацией и как другие жильцы радовалась изменениям. Вы знаете, почувствовали уже уверенность в том, что это состоится. В том, что уже вопрос решен. Когда уже прошло голосование, мы уже успокоились и, честно говоря, ждали. Но мы не просто ждали, мы чем могли, тем помогали, чтобы увидеть ту красоту, которую сейчас мы уже видим. На церемонию открытия аллеи приехал Вениамин Кондратьев вместе с мэром Краснодара Евгением Первышовым. Глава региона поблагодарил жителей за активную позицию и помощь в создании парка. Ведь именно благодаря их поддержке на этом месте появилась новая зеленая зона, которая станет местом притяжения для всех жителей кубанской столицы, уверен губернатор. Количество жилья, оно растет. Но важно не количество жилья, не количество квадратных метров, а то, чтобы в этом жилье жизнь поселилась. Жизнь комфортная, нормальная для людей. Сегодня с нуля это зеленая зона, аллея, сквер созданы. Я считаю это очень важно для того, чтобы жизнь в Краснодаре становилась комфортной. Я хочу поблагодарить еще раз вас за вашу активность, за вашу жизненную позицию, потому что если вы не ваши активные действия, то здесь вместо зеленой архитектуры мы бы имели архитектуру из стекла и бетона. Хочу поблагодарить мэра Краснодара за тоже принципиальную позицию, за то, что в короткие сроки максимально приступили к озеленению этого участка и пожелать, чтобы, конечно, таких скверов, таких аллей, таких парков, я надеюсь, и парков тоже в Краснодаре становилось все больше и больше. После торжественной части глава региона вместе с мэром и горожанами прогулялся по новой аллее. На территории участка провели берегоукрепительные работы, обустроили спортивные площадки, а также возвели скейт-парк. Местные жители и сами помогали, все вместе высаживали на субботниках деревья. Первые, кто уже облюбовал новую аллею, конечно же, дети. Самые маленькие жители микрорайона, несмотря на морозную погоду, побежали качелям и каруселям. Вы здесь живете? Да. Как вам площадка детская? Да. Пока маленькие, деревья маленькие. А пройдет совсем немного времени, будут деревья большими, и вы будете большими. И потом своих маленьких деток сюда же приведете. Уже будет тенистый, ветвистый, красивый очень парк. Так? Новая аллея расположилась вдоль реки Кубань от Рождественской набережной до Платанового бульвара. Общая площадь 4,5 гектара. И это только первая очередь зоны отдыха. В дальнейшем она увеличится больше, чем в два раза. Теперь благоустройство ожидает та территория, которая еще скрывается за забором. Сегодня в Сочи открылся новый филиал уголовно-исполнительной инспекции Хостинского района. Где он будет располагаться и с чем связан переезд, расскажем в нашем следующем сюжете. Штат сотрудников Хостинской уголовно-исполнительной инспекции только 4 человека. Именно они ведут контроль за лицами, которые осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Такие в год проходят до 600 человек. Ранее филиал располагался в Хосте, в здании районной полиции. Условия службы, конечно, были стесненные. Сегодня они получили новое помещение в микрорайоне Бытха, улица Лесная, дом 6. Почти 200 квадратов помещения. Полноценно сотрудники теперь располагаются. Это, конечно, будет отражаться положительно на качестве нашей совместной работы и на нашем взаимодействии. Работа сложная, но теперь у сотрудников есть комфортное и просторное помещение. Более 200 квадратных метров капитально отремонтировали. И Федеральное агентство по управлению государственным имуществом передало помещение в оперативное управление. Теперь каждый сотрудник обеспечен отдельным кабинетом для работы с лицами, состоящими на учете. Более комфортные условия позволят более тщательно прорабатывать, так сказать, работать с осужденными. Более тщательно проводить психологический анализ. Здесь будут также располагаться психологи, которые будут приезжать сюда. Ну и профилактика, предупреждение повторных преступлений. Сейчас только в Хосинской уголовной исполнительной инспекции под наблюдением около 300 осужденных. Кроме исполнения наказания, задача сотрудников оказать им помощь в социальной адаптации и привлечь к этому общественность. Цель и задача – это исключительно повторные рецидивные преступности, продолжить работу по сокращению численности осужденных, состоящих на учете. Больше материалов отправлять на условно-досрочное освобождение, то есть за примерное поведение. В нашем регионе 42 филиала уголовной исполнительной инспекции. Они расположены во всех городах и районах края. Ежегодно сотрудниками этой службы осуществляется контроль за 25 тысячами осужденных наказанием, не связанных с изоляцией от общества. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Пострадавшим от пожара в Дагомысе-Сочин самоплатят аренду жилья. Такое решение приняли местные власти. Администрация Лазаревского района уже подготовила все необходимые для этого документы. Напомню, пожар в доме старой постройки в переулке Мебельной в Дагомысе произошел 1 января. Из 23 квартир полностью выгорели 8. Один человек погиб. 70-летняя женщина скончалась от сердечного приступа. Сейчас жители пострадавшего дома расселены в трех пунктах временного пребывания. Их обеспечили всем необходимым продуктами и предметами личной гигиены. В съемные квартиры жители сгоревшего дома смогут переехать, как только будет выделено финансирование. Размер компенсации за аренду жилья зависит от количества человек в семье. Сумма в среднем 20 тысяч рублей в месяц. Если семья многодетная, то размер оплаты аренды может быть и больше. Из расчета 500 рублей в сутки на человека. Спасатели помогли врачам скорой добраться до пострадавшего, проживающего в горном селе. Сообщение поступило в отряд от медиков из Аибги. Из-за сложных погодных условий машина скорой проехать по горной дороге к пациенту не могла. Спасатели на автомобиле повышенной проходимости доставили врача к больному. После оказания ему первой помощи сотрудники МЧС вывезли 25-летнего мужчину из горной местности. Несколько нацпарков перешли в ведение Кавказского заповедника. Под управление Кавказского природного биосферного заповедника передали сочинские дендрали и парк южной культуры, базу отдыха Ореховая роща в Абширонском районе и заказник Приазовский в Славянском. Раньше они находились в ведении Сочинского национального парка. Сейчас организация занимается оформлением перевода сотрудников в новое учреждение. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартовал третий региональный конкурс. Сделано на Кубани. Его участниками могут стать предприятия-производители, работающие на территории Краснодарского края. Документы от участников будут принимать до 15 марта в трех номинациях. Продовольственные товары, непродовольственные товары, товары производственно-технического назначения. Особое внимание при оценке представленной на конкурс продукции уделят качеству сырья, сообщили в пресс-службе Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса «Сделано на Кубани». В Сочи обсудят вопросы поддержки одаренной молодежи. С 27 по 29 января в образовательном центре «Сириус» пройдет третья Всероссийская конференция «Путь к успеху» – национальные проекты и стратегия поддержки одаренных детей и молодежи. Она будет посвящена вопросам развития системы поддержки школьников и студентов, демонстрирующих высокие достижения в науке, искусстве и спорте. В программе дискуссии, круглые столы и презентации. Эксперты подведут первые итоги работы региональных центров выявления и поддержки одаренной молодежи. Они разработают программу совместных действий на ближайшие три года, а также обсудят формирование инновационного научно-технологического центра «Сириус». Кемин-2019 стартует в Сочи в эти выходные. 30-й международный фестиваль Клуба веселых и находчивых пройдет с 12 по 25 января. Он будет проводиться в несколько туров. В понедельник стартует первый тур фестивального конкурсного просмотра. Команды «Высшие» и «Премьер Лиги» выступают в первый день, 13 января. 19-20 числа пройдет второй тур. В программу фестиваля войдут просмотры команд, школы КВН, игра «Что, где, когда», конкурс корпоративных ведущих и другие проекты. Лучшие коллективы выступят на гала-концерте «Кевина» и получат путевки в телевизионные лиги. «Горячие сердца» есть в Адлерском районе Сочи. Так называется клуб ветеранов-работников культуры, который работает уже на протяжении 12 лет. Накануне в районном Доме культуры прошло первое заседание клуба. Оно было посвящено Новому году и Рождеству. Клуб творческой интеллигенции старшего поколения «Горячие сердца» был образован в 2005 году. Здесь ветераны и работники культуры проводят свой досуг. Поют, танцуют, получают новые знания, занимаются творчеством и просто получают удовольствие от общения друг с другом. Раньше заседания в клубе проводились один раз в месяц. Теперь участники клуба будут видеться чаще. В этот клуб ходят люди старшего поколения разных профессий, но их всех объединяет любовь к творчеству, любовь к искусству. Я приглашаю адлерцев на заседание клуба, которое будут проходить каждое воскресенье один раз в неделю. Следующее занятие будет посвящено танцам. Первое заседание клуба в этом году посвятили Новому году и Рождеству. Встреча прошла в уютной обстановке с чаепитием и выступлением творческих коллективов. Традиция в клубе – чествование ветеранов, именинников и юбиляров каждый месяц. Одно из первых поздравлений приняла частушечница Нина Назарова, участница Народного хора ветеранов «Русская душа». Мы рады, что эта традиция в Новом году не просто сохранилась, а что она будет расцвечена новыми красками, новыми замечательными встречами. И это и есть то чудо новогоднее рождественское, которое мы ожидаем. Поэтому большое спасибо администрации Дома культуры, нашему директору Трошу Александру Васильевичу и всем организаторам этого замечательного мероприятия. Каждое воскресенье в клубе «Горячие сердца» будут проходить разные занятия. Помимо творчества участники клуба смогут заниматься йогой, узнавать последние новшества в правовой системе и посещать концерты в зимнем театре и органном зале, а также вместе отмечать все праздники. Парусный сезон в Сочи в новом году открылся всероссийскими соревнованиями «Зимние старты». В юбилейном 35-м турнире участвуют 169 спортсменов в возрасте от 9 лет до 21 года. Зимние старты проводятся ежегодно в новогодние каникулы. Каждый раз спортсмены обеспокоены вопросом, а будет ли гоночная погода. Хотя Сочи – это единственное место в стране, где зимой проводятся регаты. В этом году юбилейная парусная регата стартовала 6 января. Первый соревновательный день оказался жестким по погодным условиям. Были сильные порывы ветра и удалось провести только одну гонку. На Рождество и накануне выйти в море и вовсе не удалось. Зато спортсмены получили хороший опыт на берегу. Дали ребятам возможность поработать в спортзале, сделали мастер-класс по правилам парусных гонок. И вчера мы сделали очень большой брифинг по знанию этих правил. Для этих мальчишек, девятилетних и девчонок – это как раз то, с чего начинается парусный спорт. Сегодня гонки состоялись. В море вышли 137 яхт шести международных классов на двух дистанциях. Первая группа для юных спортсменов – оптимист, зум-8 и кадет. На второй дистанции участвуют лазер «Радиал», лазер 4,7 и переходной в олимпийский класс 420. Официально эта регата не является отборочным соревнованием. Здесь тренеры смотрят на умения спортсменов, а те, в свою очередь, оттачивают мастерство. Нелли Кондратенко в парусном спорте только год, и эти старты в Сочи для нее первые. Я гоняюсь в классе «Оптимист». Холодно, конечно, но гоняться можно. Что ожидаешь от соревнований? Опыт получить, чтобы в следующих соревнованиях выступать лучше. Соревнования завершатся завтра. По прогнозам, будут хорошие погодные условия для гонок. Следующие старты – зимняя ривьера. Это первый этап Кубка России в олимпийских классах яхт. Второй этап – сочинская регата пройдет в марте. Итоги всех зимних гонок подведут в апреле. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сборная России по регби приехала на первые в этом году сборы в Сочи. Команда пробудет на курорте до 20 января. На базе Южного федерального центра спортивной подготовки «Югспорт» они готовятся к предстоящему чемпионату Европы. Первый в этом году сбор российской команды регбистов проходит под руководством нового тренера. 3 августа был подписан контракт с 54-летним валийским специалистом Лином Джонсом. Он будет готовить нашу сборную к предстоящему Кубку мира, который пройдет в Японии в ноябре. Сборная команда России растет и уже показывает достойные результаты. Нам моя задача подготовить ребят так, чтобы они показали хороший результат на Кубке мира. Нас ждет тяжелый год, много игр и тренировок. Мы будем собираться на тест матчей и сборы вплоть до сентября. Сборная России должна и может стать конкурентноспособной и побеждать команды Румынии и Грузии. На третий предсезонный сбор главный тренер команды Лин Джонс вызвал 39 игроков. Это основной костяк команды, а также молодые перспективные спортсмены из других клубов. Здесь на базе Югспорта они будут проводить тренировки на протяжении 12 дней. Впереди у сборной России серия игр Кубка Европейских наций. Первая игра пройдет с испанцами 10 февраля. Европейский турнир будет проходить среди команд России, Бельгии, Испании, Германии, Румынии и Грузии. Мы сыграем две игры дома. Это будет игра с Бельгией, кажется, 17 февраля здесь в Сочи. И будет еще одна игра домашняя против Грузии. Это заключительная игра. Это в марте месяце в Краснодаре планируется, насколько я знаю. Вот опять же ждем наших болельщиков здесь. На сборах не задействованы игроки Енисея СТМ. Но они также тренируются в Сочи. Здесь они проведут заключительный домашний матч Европейского Кубка Вызова в текущем сезоне против английского клуба «Бристоль». Матч состоится в субботу 12 января в 15 часов. Вход для зрителей свободный. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА